А перед началом ролика рекомендую посетить игровой канал Пилигрим. Это молодой канал, который только начал свое развитие, но уже подает хороший и качественный контент. Канал заточен под автосимулятор и основная тема канала это Евротрак Симулятор 2 и Американ Трак Симулятор. Хочу отметить отличный монтаж видеороликов, а также качественные стримы с приятным голосом. Ролики выходят каждую неделю. Залетай! Все ссылочки в описании. Друзья, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале Минзот Дмитрий. Это канал Добро Едет. Это Евротрак Симулятор 2 в версии 1.39.1.5. Это обновленная лицензия со всеми дополнениями. Сегодня будет разговор о том, как же поставить все-таки карту Восточный Экспресс 11.8. Это последняя версия карты, которая у меня оригинальная, но она была слита на различные модовые ресурсы. Поэтому, если вы хотите себе поставить эту карту, либо вы можете ее купить. Ссылочки будут официально на автора этой карты. Стоимость карты 1500 рублей, плюс обновление по 400 рублей каждая. Или же искать ее на просторах интернета, как говорится. И, пожалуйста, ставьте и катайте. Вот, что касается данной карты Восточного Экспресса. Масштаб этой карты, в принципе, то ли 1 к 13, то ли 1 к 11. Не знаю, Денис, мой администратор, говорит, что 1 к 11. Он смотрел маппинг, в принципе, этой карты. Не говорю, что масштаб не изменился, он 1 к 11, друзья. Стандарт это 1 к 19. Что касается карты Восточный Экспресс 11.8. Эта карта может совмещаться как с Европой, с выбором модуля Европа, так и с автономным модулем Восточного Экспресса, где будет чисто территория Восточного Экспресса, без каких-либо карт и дефолта. Совместимость с другими картами не тестировалась. Раньше была возможность это делать. Кстати, раньше была возможность делать связки на основе Восточного Экспресса, как сейчас на официальном форуме Восточного Экспресса. Эта тема говорит о том, что сейчас эта карта ни с чем не совместима. Я не знаю, я не тестил, не смотрел, друзья. Требования такие, что требуются все абсолютно дополнения. Это Скандинавия, Восток Франции, Италия, Балтика, Черное море для работоспособности этой карты. Давайте, короче говоря, подключать. Сейчас расскажу, как ее правильно подключить. Какие территории, что обновлено в 1.39. И сразу хочу отметить, что эта карта именно адаптирована под 1.39 версию игры. На 1.38 она не работает, друзья. На 1.39. Только 1.39. Поехали, поехали, поехали. У меня уже есть готовый профиль с этой карты, но я создам новый профиль. Хочу кое-что вам показать. То есть, в принципе, установку этой карты, как оно есть. Управление профилями. Это версия 1.39. Изменен интерфейс. Для кого-то непривычно, для кого-то привычно, но вот сейчас это сделано вот таким вот образом. Нажимаю я новый профиль, то есть я создаю абсолютно новый профиль данной карты. Я напишу, значит, здесь, опять же, повторяю, как бы, что лучше создавать профиль игры на английском языке, а не на русском, да, чтобы минимизировать вот эти все косяки, связанные с вылетами и так далее. Потому что игра не очень хорошо дружит с русским языком, и лучше все-таки делать все это на английском. То есть, как пример, я буду писать не Дима, да, а буду писать я Дима по-английски, чтобы, как бы, все было четко. Я так и напишу сейчас, допустим, Восток, Восток 1.39, вот так я назову его, пускай это будет выглядеть таким вот образом. Выбираю, значит, персонажа какого-то, выбираю я машину, да, любую, пускай это будет, да, логотип компании. Название компании тоже лучше на английском языке это все делает, да, там, допустим, Добро едет. Используйте облако Steam, если у вас лицензия, можете ставить, можете не ставить, лучше не ставить, если пиратка, тем более, отключать данную галочку, для того, чтобы у вас игра в последующем, в последующий раз как бы загрузилась, потому что эта галочка, опять же, для пиратки, пиратка же не подключается к интернету, а с помощью этой галочки пиратка лезет в Steam, пытается лезть в интернет, и, соответственно, она блокируется, из-за этого происходит ошибка игры, и ее не запуск, короче. Поэтому лучше ее отключить и забыть про эту галочку вообще, просто имейте это в виду. Нажимаю я моды, и будем с вами сейчас подключать данную карту, сейчас как раз я расскажу по поводу совмещения как с Европой, так и отдельной карты. Так, вот у меня есть Восточный экспресс, сейчас вот так вот все эти файлы просто добавляю, это у нас получается 0.3, 0.2, сейчас я найду ее, найду, 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 у меня тут что-то нету, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1.0, 0.1, куча модов, надо почистить, нафиг, чего только нету, и старые ВР, и новые ВР, каких только тюнингованных вещей у меня здесь нету, друзья. Сейчас какую-нибудь билиберду напишу, чтобы это все убрать. Смотрите, теперь приоритет подключения данной карты, друзья. Везде и всегда это было так, что у нас шло снизу вверх, да, снизу вверх, 4.3.2.1, Но сейчас, в данный момент, информация такая, опять же, с официальной формы Восточного экспресса, что автор рекомендует ставить наоборот. То есть у нас будет 1 внизу, в самом низком приоритете, да, в самом низком, а пятерка вверху. Что касается пятерки, пятый файл является файлом ключа. Если у вас лицензионная, значит, покупка карты, то пятый является именным ключом. В данном случае именной ключ добро едет. Это у меня добро едет. То есть, грубо говоря, если бы я эту карту слил, об этом бы узнали все. Потому что пятый файл, опять же, автор бы об этом узнал, что я эту карту слил, потому что пятый этой именной специально привязывается, как бы, имя к покупающему, короче говоря. Вот. Так что такие вот дела. Поэтому ставится 1, дальше идет у нас 2, дальше идет у нас 3, 4, 5. Вот так ставится карта Восточного Экспресса 11.8 под 1.39 версию игры, друзья. Вот так вот это будет стоять. Один в самом низу, пятерка в самом верху. Далее. Все остальные моды, типа грузовиков, тюнинга и всего остального, ставится, естественно, выше карты. Это и так понятно, да? Надеюсь, все это дело понятно. По поводу совместимости с другими модами на погоду, на, значит, ну, графика джебек здесь работает прекрасно. Что касается погодных каких-то вещей, типа зимы, осени, ребята, не скажу ничего, блин. Это как в Марио Мапе, то же самое, раз на раз. Где-то работает, где-то не работает. Поэтому тут только тестируйте все эти погодные вещи и все остальное. Нажимаю теперь применить. Все, у нас появилось, друзья, теперь сейчас загрузится наш вот дальше профиль. Опять же галочку Steam мы снимаем, она опять же появится. И теперь, внимание, по поводу игрового модуля. Модуль может быть двух вещей. Первый модуль это Европа, да? Как бы два вида. Первый модуль это Европа. Европа это означает то, что данная карта Восточного экспресса будет совмещаться вместе с дефолтной картой. А это Скандинавия, Франция, Италия, Балтика и все остальное. То есть полноценно Европа будет соединена вместе с картой Восточного экспресса, если вы хотите покатать с Восточки в Германию, допустим, да? Тогда мы тогда оставляем модуль Европу. Если вы хотите убрать полностью Европу и оставить только чисто карту Восточного экспресса, нажимаем мы на модуль и выбираем модуль РУС. Выбрали модуль РУС, я сегодня покажу на примере чисто карты Восточного экспресса. Нажимаем создать, нажимаем пропустить, ну как бы там настройки и все, начинается загрузка карты Восточного экспресса. И сейчас покажу, естественно, по карте, в принципе, что из себя представляет. Опять же напоминаю, что требуются все дополнения. Ребята, Скандинавия на восток, Франция, Италия, Балтика, Черное море. Все эти дополнения должны у вас присутствовать, чтобы у вас карта работала. Опять же, сколько раз писали, Дима, у меня вылетает слитая карта Восточного экспресса. Друзья, ничего не подскажу по поводу слитой карты Восточного экспресса. В принципе, это и та же карта, что и платная. Но почему-то именно со слитыми картами есть проблема. Она почему-то вылетает при, не знаю, при покупке гаража, либо при первом заказе. Как бы есть такое дело. Тут ничего не подскажу, друзья. Правда, тут не подскажу ничего. Вот. В любом случае, вы можете посмотреть эту информацию на форуме Восточный экспресс официально, да. И, возможно, у кого-то даже на лицензии такие проблемы как бы присутствовали. Как вы видите, у меня сейчас здесь Европа, и она вся у меня закрыта. И теперь начинаю я здесь искать вверх, да, идти. И вот появилась у нас карта Восточного экспресса, территория Беларуси. Идет у нас, да, ну какую-нибудь любую территорию. Давайте я возьму сейчас Украину, допустим, или, я не знаю, Бобрусь. Да и любую, вон, Гомель пускай. Нажимаю подтвердить. Пропускаю я обучение. Загружаюсь, опять же, сейчас на карте. Карта грузится достаточно быстро. Кстати, оптимизация вполне себе нормальная. Вот. Как бы все это дело есть. Смотрите, я загрузился. Вот мой DAF. Все, новый профиль, все дела. Теперь по карте, друзья. Смотрите, что касается карты. Карта Восточного экспресса достаточно большая. Есть большие территории. Кстати, есть и Украина, есть Белоруссия, есть Россия, Москва, Калуга, Тула и так далее, и тому подобное. Да, там Петербург. Различные вещи. И в сторону Мурманска здесь есть. И вот Архангельск. Кстати, касаемо новых территорий, добавлено это Северодвинск, Архангельск вниз сюда, по-моему, и до Вологды. По-моему, если не ошибаюсь, это новое в 1.8. Плюс изменения дорог, плюс фиксы общие, да, какие-то исправления. Вот как-то так. Москва и поехали. Рязань, Нижний Новгород, Казань. То есть территория достаточно огромная. Пермь, Челябинск. Можете посмотреть, может найдете в своих городах. Сразу хочу отметить то, что данная карта, в принципе, знаете, вот что я буду в Москве, что я буду, я не знаю, в Бородино, что я буду там в Братске, что я буду в Иркутске. Везде одно и то же. То есть карта просто сделана вот именно такими вещами. То есть все идентично. Нет ничего сверх такого естественного или оригинального, чтобы прям карта-то была прям мощная. Да, есть покататься больше, много городов. Но они все одни и те же, друзья. То есть здесь как бы вот такие вот дела, да. Южно-Сахалинский, Комсомольск на море и поехали в Владивосток. И вот такая, друзья, большая карта. Здесь даже есть территория Тихвин, да. То есть есть, по-моему, и Волга здесь. Сейчас посмотрю так, Самара. Тольятти, да, как бы все это здесь сделано. Вниз идет и вот территория, значит, ниже у нас Майкоп. Здесь у нас Порт Кавказ. Это у нас, это Сочи у нас, здесь у нас Керчь, Феодосия. Это у нас Крым. Ну вот как-то, как-то так, друзья. Вот такая вот карта, ребята. Такая карта. Кататься можно, кататься она большая достаточно. Масштаб позволяет. Значит, и масштаб 1 к 11 тоже, естественно, доставка будет дольше, чем обычно. Но вот карта голенькая. Простенькая, голенькая. Особо ничего такого сверхъестественного нет. Все, вот так вот это все дело, друзья, ставится. Абсолютно простая установка, никаких проблем здесь нет. Поэтому катать на здоровье специально сделал я видео, потому что мне очень много ребят писали, Дима, а вот не работай, Дима, а как поставить, как поставить, как поставить. Вот показываю, как поставить. Уже обновленная, как говорится, тема, потому что у меня старое видео по-восточке было, аж не помню, в 1.34, что ли, 1.35. Как-то так. Так что с вами был Дима. К вам добро, едет катать на здоровье. Увидимся, пишите. Удачи!